всем привет привет вы на канале вот гсн и сегодня мы с вами будем обсуждать прем 9 уровня кпз 70 ребят это одна из немногих машин которую я честно говоря покупал вообще не глядя в ее технические характеристики вот верите не верите я не помню даже за какую сумму я его покупал когда она вышла на продажу я просто зашел в магазин нажал на эту машинку открыл ее себе чтобы представить ее в ангаре во всей красе посмотрел на нее она была без камуфлижа чисто серая брал я ее полностью лысую голую ну прям вообще без ничего просто сам танк до слот в ангаре и вот ребята вот внешность у него прям ну такая классная вот настолько он не зашел своим дизайном я не знаю почему я просто взял психанул потратил кровную голду и купил себе этот аппарат я не буду останавливаться на броне потому что особой броней кпз 70 не обладает ну прям вот совсем и я бы даже сказал что машинка не настолько сильно меня порадовала своим геймплеем и тем что она может в бою как порадовала меня своим внешним видом вообще честно говоря я обратил внимание что чем хреновей сделан дизайн какой вот от танка в этой игре тем как правило лучше эта машина показывает себя в бою я не знаю чем это связано исключением является безусловно там для меня это будет клинок да потому что в принципе машинка и показывает себя классно в бою и отыгрывать на ней крайне приятно где тут он у меня спрятался вот товарищ клинок то есть и внешность у него классная и отыгрывается он довольно прикольно я бы сказал что кпз 70 это вот то исключение когда выглядит просто бомбически а играется не настолько клёво хотя классная в нем кое-что безусловно есть и мы это заценим в бою я надеюсь я смогу показать вам этот танчик так как он действительно приносит мне удовольствие и так смотрите танчик оборудован пушкой 9 уровня и у него урон пятьсот шестьдесят единиц это очень клёво очень классно углы склонения я бы сказал хреновая минус 6 но в целом играбельно как на этой машине подкалиберными пробивает на двести сорок пять миллиметров тоже согласитесь неплохо если вдруг чего можно взять кумулятивы на триста десять но я честно ну редко пользуюсь данным преимуществом мне в основном и так хватает урон в минуту у него я бы сказал для девятки но уныленький две двести шестьдесят ну будем говорить две двести семьдесят я бы не сказал что сильно круто разбросы время сведения мы обязательно заценим непосредственно в самой катке потому что говорить о цифрах это говорить ни о чем но честно говоря танчик прям вот совсем какой-то имбовой точностью не отличался по крайней мере когда я последний раз его катал время перезарядки безбожные просто безбожные практически 15 секунд но я бы сказал так да это компенсации как бы ну точнее это то что у вас забрали для того чтобы дать вам 50 ну 560 единиц альфы но все-таки 560 единиц альфы это не настолько прям большое количество альфы для того чтобы давать аж 15 секунд перезарядки но это мое скромное мнение может кто-то не согласен пишите в комментариях с удовольствием обсудим отвечу ну а другим ребятам будет интересно ваше альтернативное мнение и так ребят давайте не будем затягивать просто запрыгнем в бой но и соответственно посмотрим чего эта машинка может чего не может я здесь убедился что у меня все стоит так как я люблю но и теперь погнали в саму катку пока запрыгиваем бой хочу попросить каждого из вас если вы еще этого не делали если делали я вам уже безумно благодарен за то что вы это совершили а если не делали то в правом нижнем углу желтый шильдик найдите на него мышь и подпишитесь на мой канал на котором вы всегда будете получать исключительно честные обзоры никем не купленные не проплаченные но короче говоря будете видеть машинки такими какими они есть на самом деле в руках среднестатистического игрока так вот что касается подвижности для танчика тяжелого едет абсолютно нормально вправо влево поворачивает очень таки даже комфортно да не имбова но комфортно то есть в принципе когда ты разгоняешься до какой-то нормальной скорости хотя прям совсем большой скорости от него ожидать не стоит то ты довольно нормально вписываешься куда-нибудь в повороты заходишь куда-нибудь за дом успеешь там спрятаться от кого-то но не всегда что касается вот хода назад блин тугенького назад сдает скорости прям совсем не хватает я вот сейчас как баранчик немного уперся здесь сейчас и я здесь один что меня не радует потому что с моим кд после шота мне необходимо ребята как-то еще и выжить а это все-таки задачка не из легких углы склонения просто ужасные то есть даже вот так вот стоя на небольшом холмике пушка вниз уже не опускается поэтому приходится уходить где-то на ровную поверхность то что я вам говорил изначально минус 6 это мрак и вот после шота который вы кинули да мы кинули неплохо по альфе но ребят теперь нам надо каким-то образом прожить этот момент выкатиться ну и дальше уже шотить опять прятаться тигр 2 сейчас для нас в принципе можно сказать что но прям таки очень легкая мишень мы его заберем безусловно вопрос только заключается в том что для того чтобы его забрать нужно опять-таки перезарядиться выцелить и добрать вот сейчас голдой не пробил тигр 2 довернулся ничего мне другого не остается кроме как ребят ускорить перезарядку потому что она ну крайне унылая и попытаться с ним немножко как-то вот так постоять и в такой уже позиции его добирать вообще в клинче в принципе машинка чувствует себя но я бы сказал что комфортно потому что башня низкая и так ребят вот пока есть возможность на дальних расстояниях стрельба точность но сейчас точно попал меня честно говоря сейчас это удивило возможно потому что я прям на все сто процентов свелся из-за этого точно снаряд полетел но в целом я бы не советовал вам рассчитывать на то что данная машинка прям белки в глаз будет бить на дальних расстояниях но сейчас тоже ну не знаю ребят может его что-то как-то апали я этот момент пропустил но прям два шота и я прям вообще удивлен сейчас рандомные рикошеты безусловно случаются и вот то что я говорил низкая посадка башни да и сама башня не сильно высокая они очень хорошо решают потому что ваш силуэт особенно на дальних расстояниях он такой знаете сплюснутый но и соответственно процеливать его сложновато так ну вот теперь опять долгое время перезарядки будем бегать за сушкой перезарядочку немножко получше и было бы честно говоря ну пускай не имба но прям совсем годная машинка а так приходится некоторые тягосты и лишение терпеть так убежал не убежал шотну не шотну шотну ну прям вообще какой-то фартовый я сегодня что ли или действительно переписали ребят если кто знает инфу имеет по поводу того что кпзп господи короче если кто знает как его апали и когда то напишите обязательно в комментариях я думаю что многим будет интересно да мне вообще честно говоря самому это будет интересно потому что я такой информации не видел по поводу апа конкретно данного тяжелого корыта так ну что отправляем вот этого еще товарища в ангар нас осталось двое на двое я думаю что мне своим запасом хп было бы неплохо как-то тягаться с ребятами в компании с хотя бы т-34 хотя он вообще там бедный я бы сказал что не хватает одного гвоздя в гробу так ну вот здесь совсем уже не фартово и я думаю что я скоро ощутюсь в ангаре так и выехать не выйдешь потому что пт-шка и этот товарищ сейчас будет пытаться в корму как-то заходить разбирать короче говоря не очень приятная ситуация но ничего другого не остается ребят попытаюсь как-то чутка пожить так ну вот здесь еще хоть как-то повезло уже неплохо ну а здесь уже не повезло не смог я его выцелить вверх башни но то что я говорил ребят особой броней танчик не обладает поэтому но рассчитывать особо не на что я не знаю ребят какие у товарища шансы я думаю что бой проигрышный но вдруг ему прям совсем повезет давайте досмотрим и закатимся еще один раз в бой итак ребят бой закончился смотрите на результаты 3400 единиц урона три фрага по серебру не будем смотреть потому что бой проигрышный и по результатам нашей команды ребят вы посмотрите с каким отрывом мы выбежали вперед я бы сказал что вот такие бои пускай даже проигрышные они приносят удовольствие по крайней мере мне именно поэтому я считаю данную машинку спорной спорной по той причине что вроде бы она должна быть неиграбельная очень долгое время перезарядки но хорошая альфа не супер подвижная но она зараза едет и вот такие вот понимаете противоречия они практически во всем в этой машине вроде бы по ттх если посмотреть особой броней не обладает то есть и и пробивают его шьют но в то же время рандомные рикошеты насколько часто случаются прям диву даешься вроде бы пушка с цифрой разброса и как мне раньше игралась на нем не сильно и точно на дальнем расстоянии но ребят в предыдущем бою я попал на дальняк и и даже просто наугад вообще там на 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 фарт кидал датину не кину там допустим по той же самой сушке в корму короче говоря вот такие вот какие-то мелочи они тебя постоянно на этой машине удивляют но вот сейчас вот пожалуйста да вот то на что я и и сетовал что особой какой-то там точностью танчик не обладает до время перезарядки конечно кумарит очень сильно ну прям совсем дискомфортно с таким временем перезарядки в бою так ну давай так понимаешь ты брат что сейчас у тебя будет время на то чтобы меня начать разбирать я тут конечно это попытаюсь поделать но опять-таки углов склонения нет команда вообще нифига не помогает спасибо им большое поддержали братва ладно я так понимаю что в этом бою такого результата как в прошлом мне не видать но в принципе как своих ушей спасибо вот всем которые вот там вот сзади стояли и ждали пока меня разносят короче говоря ребят как видите по бокам картонный но прям совсем картонный его и спереди честно говоря прошивают поэтому на броню в этом тяжелом танке не рассчитывайте я не буду сейчас дожидаться результатов боя я просто выпрыгну в ангар и с вами будем до обсуждать танчик уже непосредственно там короче говоря возвращаемся к тому что я говорил в самом начале видео я данный танк купил исключительно за его внешность вот сделал я когда-то такое ну какой-то я сказал не сильно обдуманный поступок я не знаю были ли такие поступки у вас у меня вот видите произошло пока он находится в ангаре давайте обратимся к его соседу это тоже 9 уровень к 91 и вот его я как раз выбирал не за внешность хотя сама внешность у него согласитесь довольно таки прикольная я выбирал его именно за ттх и они себя оправдали абсолютно полностью что же касается кпз-70 кпз-70 по его ттх он в принципе не сильно играбельная машина если посмотреть на сами цифры больше всего как я уже говорил смущает урон на вот время перезарядки вот это вот больше всего вымораживает если здесь хотя бы было секунд там я не знаю 11 12 танчик стал бы гораздо более играбельный но не стал бы им бой таким образом если мы говорим допустим о сравнении танков 9 уровня премов кпз-70 и к 91 безусловно к 91 в разы лучше как играбельная машина чем кпз-70 но кпз-70 умеют удивлять он умеет давать вам хотя бы раз в три раз в пять боев какой-нибудь такой бой в котором вы реально получаете мега кайф огромное количество наносимого урона вот те три тысячи там с гаком которые я нанес это еще далеко не предел для этой машины можно и больше вполне спокойно сможете сделать и 5 тысяч главное чтобы вам повезло с тем чтобы почаще шотить вот чтобы вы получали возможность откидывать практически сразу как только вы перезарядились ну и соответственно чтобы вас не успели добрать а вообще кпз-70 машинка которая не перестает удивлять меня я периодически беру его очень редко но когда я его беру у меня случаются бои в которых у меня вот такой вот геймерский азарт появляется накидывать по 560 по 600 получать мега кайф от этого ну и вывозить нормально плюс-минус серебра за бой вот такой вот он кпз-70 если вдруг будет на продаже задумайтесь над тем нужна ли вам эта машина но ждать ли ее на продажу и я по-моему вспомнил когда я его купил я его купил по моему на новогоднем аукционе и поскольку скоро новогодний аукцион должен состояться я очень сильно надеюсь на то что в этом году он тоже будет но присмотритесь кпз-70 возможно вы сможете себе его позволить по голде как я помню он дешевле чем к 91 допустим если голды не будет хватать и возможно он станет неплохим дополнением вашем ангаре особенно если вы поймете как на нем хорошо и качественно отыгрывать на данный момент у меня все подписывайтесь на канал по желтому шильдику вот здесь вот внизу в правом нижнем углу буду вам безумно благодарен за поддержку моего канала и за помощью его развития всех благ всего хорошего вам мира и спокойствия